С нынешнего года организации в нашей стране больше не обязаны предоставлять декларации по транспортному и земельному налогам. Региональные УФНС теперь начисляют все необходимые платежи самостоятельно. Подробности в нашем следующем материале. Важным нововведением текущего года является отмена обязанности подавать декларации по транспортному и земельному налогу для организаций. Теперь все необходимые сведения аккумулируют и обрабатывают ФНС в лице своих подразделений в субъектах. Налоговые органы в настоящий момент на основании тех сведений, которые представляют нам соответствующие государственные органы, осуществляющие регистрацию земельных участков, транспортных средств, на основании этих сведений рассчитывают сумму налога и направляют соответствующее сообщение налогоплательщику организации. Как всегда, организация вправе сверить эту сумму и согласиться, либо не согласиться с ней. В последнем случае налогоплательщик может обжаловать в 10-дневный срок размер начисления. После урегулирования этого вопроса налог будет взыскан. Таким образом, ФНС сделала еще один шаг по переводу своей работы в электронный формат. Это, можно сказать, и пилотный проект службы по отказу от декларации. Начинается он с имущественных налогов, в первую очередь земля и транспорт. Дальше что будет? Дальше мы предполагаем, что налог на имущество организаций также будет претерпевать такие изменения, но там необходимы определенные доработки. Для физических лиц все остается без изменений, которые со временем тоже наступят. Однако для этого налоговикам надо провести серьезную работу с банками, торговыми организациями, да и с самими гражданами. Ведь до сих пор даже не каждый торговец на рынке использует кассовый аппарат.